Добрый день, подписчики Игромании, с вами Лестер, и произошло небольшое такое не очень приятное событие. Дело в том, что меня обворовали, и прикол в том, что обворовали в принципе не люди с Игроманией, которые там смотрят ролики, искали сервер, чтобы меня найти, то есть, нет, обворовали просто какие-то американцы левые, которые взорвали здесь стену, просто зашли на этот сервер, взорвали стену, теперь, как видите, у меня всё пусто, всё, что я собирал пропало, слава богу, у меня осталось то, что было с собой в инвентаре. И вот, немножечко я сейчас пособирал, ещё походил. Так вот, друзья, то есть, как бы, в принципе, ситуация весёлая, и слава богу, знаете, ещё так повезло, что два каких-то русских чувака с Игроманией нашли этот сервер, разогнали американцев, достроили, укрепили мой дом, поставили коле, и главное, не позволили им убить меня, потому что, если бы они меня убили, те, кто ворвались сюда, они бы, собственно, и меня бы убили, у меня бы оружие, всё бы это пропало, то есть, а так хотя бы я свой шмот сохранил, который был у меня изначально. Так вот, друзья, эта серия, дело в том, что, да, банду я пока звать свою, ну, не пока, буду свою банду звать, всё нормально, то есть, потому что, если сюда совершают какие-то побежки, левые какие-то американцы, с ними тоже надо бороться, давать отпор, потому что, охереть, стены взрывают. Вот, представляете, просто в доме взорвали стену, я ещё удивляюсь, реально, как я не умер, то есть, как меня не убили, это просто вообще какое-то чудо, то, что я остался в живых, но чуваки с Игроманией, два чувака какие-то, зашли, в принципе, мне стену поставили, достроили, укрепили дом, то есть, им за это большое спасибо, они меня вообще в обиду не дали, то есть, спасли жизнь. И вот, друзья, как видите, вот, вот он, корень зла, это, скажем так, американское посольство на этом сервере, с которым, я так понимаю, мы будем воевать, но это, кстати, добавляет интерес, потому что то, что меня обворовали, в принципе, ничего уж такого страшного не произошло, потому что всё, что украли, это всё восстанавливается, скажем так, достаточно лишь минут 30 побегать, пособирать ящики. Вот, друзья, вот, вот корень зла, подождите, я даже, может, просвечу, там, может, кто-то есть, но вот пока вот слёт я так не вижу, но я уверен, надо вскрыть эту дверь, потому что тот, кто здесь живёт, он может вернуться и заново вынести мне дверь, поэтому, смотрите, как оружие трансформируется в обычную каталажку, я не знаю, в одной руке. Так вот, друзья, я так понимаю, здесь в основном никого нету сейчас, на данный момент, но всё равно это неприятно, нехорошо и нужно, нужно вот эту херню развалить, тем более у них даже второй этаж, даже потолка нет, смотрите. Кстати, друзья, если у них нет потолка, то, может быть, сейчас посмотрим. Может, я просто понаставлю ящиков и проникну туда, внутрь, к ним. Даже здесь даже ещё надо осмотреться. Но пока, кстати, я никаких других строений не нашёл, у меня был план сделать С4, взорвать и запрыгнуть к ним туда, но, может, я подумаю, я, как понял, они только ещё начинают строить эту хероту, но, друзья, нужна взрывчатка, потому что туда-то я, в принципе, могу запрыгнуть, но выпрыгнуть я оттуда не смогу. Но, смотрите, суки, обжились, прям не кисло, то есть ящики у них какие-то там стоят, и я вон в щель вижу, я, знаете, как зависливый сосед, который смотрит в окна, я не знаю, днём смотрит, кто что делает. В принципе, друзья, давайте сейчас, я хочу найти рецепт С4, то есть, чтобы взорвать эту дверь к херам и показать им, кто здесь хозяин. Давайте ещё попробуем затесить гранату. Давай-ка. Посмотрим, как... Потрясающий взрыв, распугавший вокруг всех кур. Кстати, друзья, вот там вот ещё стоят домики, маленькие, однотипные, я... У одного уже не было двери, у второго дверь была, и ещё одного дверь было, у двух, короче, были двери, у одного не было, и я у этих двух двери сломал, там никого тоже внутри не было, что печально. Ну ничего, друзья, сейчас мы, пока моя банда не подошла ещё на сервер, мы, я не знаю, сейчас поищем реально С4 рецепт, я надеюсь, он мне попадёт в каких-то ящиках, контейнерах, но это надо сейчас ещё в основном зомби убивать, поэтому давайте двигаемся в ту сторону, найдём, может, чью-то ещё новую базу, кто считает, что может здесь пожить вместе со мной и не получить при этом по морде. Поэтому, в принципе, всё очень интересно, но это, опять же, добавляет какой-то такой... такого интереса, то есть, опа, ни хера себе, кто-то зашёл на сервер, там, какие-то американцы, теперь с ними будем воевать, они там не друзья, и корешиться мы с ними, в принципе, не будем, после того, как они мне стену взорвали и обворовали, все ящики вынесли. Вот, может, если они в тройном размере всё это возместят, то вот тогда уже может быть разговор. А так нет, друзья, никакого мира с американцами, которые выносят стены, бегают, кидаются, это неправильно. Давайте уже начнём сейчас добывать прицелы, ой, какие прицелы, рецепты, я надеюсь, ну, нет, это полный кал, это мне не надо, мне нужен, давайте пистолет начнём стрелять, там, полно патронов в нём. Мне нужен чисто рецепт С4, причём мне, кстати, отдельную вещь подсказали, то, что, чтобы сделать С4, как раз нужны вот эти файры зажигающиеся. Так, ну ты хоть консерв, знаете, хоть так вот сейчас ещё пока ещё рецепты запасы немножко пополню, свои, которые у меня стырили. Аптечка, всё пригодится сейчас. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Лечи! Лечись! Охренеть! Чуваки, вы видели это? Блядское говно! Как подкрался незаметно! Ну-ка! Нет, вроде пока больше никого не сагрил. Охренеть! Накинулся как! Три хелсы осталось. Ща бы здорово, вот вам и всё, опять бежать сюда пришлось бы за рюкзаком. Так. Ещё аптечку затарили. Нормально. На четвёршке... Я, главное, знаю, как делать эти аптечки, я же рецепт стырил. Ну как стырил, ну зомби отобрал. Так. Ну ж, дружище, давайте рецепты, рецепты. Мне больше ничего не... Суперканер. Так, неплохо. Смотрите, обратите, у меня вырос скилл стрельбы. Я уже получше управляюсь оружием, поэтому... Если что, я покажу всем, как надо насаживать недоброжелательный на кукан. Да! Уже есть этот рецепт, твою мать! Давайте ещё таблетку против радиации, это дельная вещь. Давай. Ты со мной поздороваться теперь хочешь. И ты тоже, друзья. Смотрите, у меня в хардпате намечается. Всё хорошо, как раз последний патрон в обоиме был. Ну ты хоть, может, не разочаруй меня своим рецептом. Мне нужна взрывчатка, давай. Кевлар буст. Ну, в принципе, тоже неплохо знать, как делать с кевларовой эти шмотки. Так, нормально. Так, тоже заберём, пойдёт. Вот здесь, помню, до хера просто ящик валяется, да. Аж три штуки. Ну тут уж должен быть рецепт хотя бы в одном. Ну что за пидорское говно? Патроны подсовывают. В принципе, тоже дельно, но... Ну, вы же знаете, я сюда не за патронами пришёл. Пусоваться здесь мне ещё долго, я так полагаю, пока не раздобуду рецепт от СИ-4. Зато, друзья, можете наслаждаться, я... Рубилово-зомби, мочилово такое у нас здесь сейчас будет, я так полагаю, пока... Всё, не выбью из них, что надо, всё спеть. Так, патрончики тоже выгодная вещь. Давайте, вон они ходят ордами, я так... Как я понимаю. Так, чуваки, вот они. Кто-то, я так смотрю, уже что-то пытался строить. Но это полная херня. Так, нормальненько. Всё, второго того Сагрим тоже стоит, смотрит, пырится на нас. Так, дружище, ты уже недалеко добежал. Вот, как раз-то эти штучки нужны для изготовления СИ-4. Поэтому, дельная вещь. Правильно, что я их собираю... О, смотрите, какой несётся, я его что-то не заметил. Нихера себе, как подкрасть. Спринтл сел какой-то в их исполнении настоящий. Так, теперь... Слушайте, прям... Зомби какой-то жадный был. Он, смотрите, всё, всё с собой носил. Но никто из них обратить внимание... Сука! Никто из них не носит... Рецепт от СИ-4! Так. Пока никого не согрел, нормально. А то вот так вот, видите, выскакивает из жопы откуда-то. Появляются, респаунятся и, типа, здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Сейчас, погоди, мы с тобой... Разберёмся тут. Так, он вот с этим надо, чуваком, поговорить. Может, у него какой-то рецепт есть. Парняга! Отбитый, блядь, какой-то. Так, нормально. Я так полагаю, все патроны сейчас потрачу на это дело. Так, метал фрагментс. Ну, всё это не то. Чё вы мне впариваете? Парашу какую-то. Так, давайте вообще до дома до того ещё сбегаем. Потом же главное двигаться по дороге. Да, смотрите, вообще чуваки какие-то отбитые пытались. Я не знаю, колонны жертвоприношения какие-то строить. Так. Даже олень стоит. Всё пойдёт. Так, ну я надеюсь, в том доме действительно что-то дельное, потому что я не зря же туда бегу. Если зря, то это будет очень обидно. Пока, знаете, друзья, ещё я немножко порегенюсь, пока иду. Ну как он достал-то? Ну, сука. Ладно, из-за него приходится жрать и жрать всё это. Смотрите, у меня уже на максимум почти выносливость. Так, чё-то я вообще раскис. Нет, друзья, так не пойдёт. Давайте водички ещё попьём. И надо сейчас теперь против них дробовик использовать, потому что это говёные зомби, и дробовик как нельзя лучше и быстрее их выносит. И, может, опять же, рецепт какой-нибудь побыстрее добудем. Смотрите, сколько их. Чуваки! Чуваки! Какое говно! Охренеть! Я сейчас себе аптечки так потрачу на эту парашу. Ладно. Так, ну, может... Может, это хотя бы... P-250. Это чё, протеин какой-то, что ли? Ну-ка. P-250. Так, вот, дождите, главное, никакого зомби не сагрил. Всё. Хорошо. Чё за P-250? П-250. А, пистолет. Ну, тоже неплохо. Эй, педики! В уголке. Нормально. Разобрались, разложили. Ну, я так полагаю, путь до домика будет долгим. Ну, ничего, сейчас... Опа, ещё один рецепт. Ну же, я... Я верю. Пожалуйста. Ах, есть уже этот рецепт. Опа, ещё один. Ну, пожалуйста. Все четыре. Ну, пидорасы. Ладно, может, у тебя, братан, ещё есть там... Чё, почём, чувак? Как отлетел-то? Какая огневая мощь у меня с собой. Ну, да, идиот, кому-нибудь команды всуну. Ну, всё-таки шмотки-то все разворовали. Ничего с собой больше нету. А жить как-то надо. Так, вы... Домик какой-то, я не знаю, стоит чебурной. Смотрите, он... Это вручную, что ли, построено, я так полагаю? Потому что... Друзья, или нет? Потому что, как видите, эти доски, стены, вернее, они вроде стандартные. То есть, как бы, которые строятся вручную. Нихера, может, кто-то уже это... Ещё один дом. И там, вон, я вижу, обустроились. Домики построили. Чуваки, это я так полагаю... Не... Ну-ка. Это нет, это что-то вручную собрано. А вот этот домик уже, видно, поставлен вручную. И по дороге мы потом не пойдём. Сейчас вернёмся, друзья. Нечего, сейчас посмотрим. Я надеюсь, дом открытый, в нём никого нет. Потому что здесь закрытый, сейчас придётся долбить, чтобы выселить этих гандонов. Нет, друзья, закрыт. Давайте, ладно. Сейчас будем разбираться. На четвёрочку. Долбим. В принципе, будет очень смешно, если там никого нет. Но у меня парень быстро работает рукой. Я... Дома соседние, которые вот я вам показывал, маленькие, я их вынес, в принципе, раза с... Ну как, не раза с какого-то, 200 ударов. Но он их нанёс минуты за 4. То есть, в принципе, не особо долго. Можно, в принципе, из дробовика ещё пострелять. Потому что это очень тоже эффективно помогает. Поэтому тоже давайте сейчас разрядим всю обойму. Давай, чувак, открывай дверь, сука. Представляете, там сейчас какой-то чувак спит и просто усирался бы в реальной жизни, если бы реально так начали долбить в дверь, стрелять, взрывать. Давай, перезаряжайся. Некислый пробой. Дверь-то деревянная. Я не знаю, это что, металлическое дерево какое-то? Есть же железное дерево, которое там в каком-то острове растёт где-то. Железное дерево. И тоже, походу, вот из этого сделано. Кстати, друзья, вспомнил, у меня металлические стены украли, получается. Тоже были же у меня там. Ну, стырили. Были да сплыли. Вот это тоже обидно. Я, надеюсь, сейчас открываю дверь эту взламываю, и там какой-нибудь чувак лежит такой с кучей рецептов, оружия, ящик. То есть какой-то дерзкий тут просто на ошибке затарился, гандон. И я, надеюсь, это именно он мне стену взорвал, чтобы, знаете, правосудие свершилось. То есть прям всё по чесноку. Как бы вы мне, я вам. Вы мне стену взорвали, я вам дверь взорвал и ещё бошку разбил. Вот это справедливый обмен любезностями. Местных соседей. Все так, я думаю, живут здесь по этому принципу. Да, друзья, кстати, вы можете сказать, типа, что ты мог это вырезать и потом начать запись, когда ты уже выбил дверь. Но, ребят, потерпись, потому что дело в том, что когда выключаешь запись, то, скажем так, потом надо вмонтировать их. Потому что она разбивается на куски. И нужно потом собирать её в Вегасе в единый фрагмент видео. Но это очень сильно влияет на качество. Поэтому уж я думаю, лучше потерпите. Вот тут сейчас пару минут, пока дверь ломается. Я надеюсь, я, в принципе, дверь ломаю. А не какой-то другой... Да, это дверь. Вот, потерпите уж немножко. И зато потом будете смотреть ролик в качестве, который в раза три лучше, чем было бы, если бы я начал монтировать в Вегасе, жал на паузу и так далее. Слушай, Бон, какая дерзкая дверь. Плотная. Я даже те быстрее ломал. Потому что явно вот чувак прям позаботился о доме. Выстрелил, во-первых, на отшибе, чтобы никто не нашёл. Явно дверь ему никто не долбил. Давайте-ка. Я, кстати, не знаю, влияют ли патроны на дверь, но я помню, когда мне тогда ещё в одних из первых выпусков Раста дали домик. Помните, как банду, типа, приняли. Там чувак выбивал дробовиком дверь только так. То есть, когда парни ещё долбили молотками, топорами, он ещё дробовиком пострелил только так. И там реально дверь выломалась, не кисло. Так, долбимся, долбимся. И я, представляю, сейчас открываю дверь, и там пусто. Вообще просто нихрена нету. Я думаю, и это будет фейл полный. Поэтому я надеюсь, там реально кто-то затарился и сидит и ждёт. И есть в этом весь смысл. А то сейчас, если там всё пусто, то и в жизни моей всё будет пусто. И ёбаный в рот, короче. Ладно, побежали обратно, потому что ничего нету. Но, ладно, друзья. Тоже полезно. Вот урок взламывания дверей в моём исполнении. Ну, теперь вы знаете, как надо ломать двери. Так, ну тут ничего нету. А я всё, тешу себя мыслью, раздобыть какой-то рецепт. Потому что, ну, какой-то, как какой-то. Ну, надо С4 конкретно. А не какой-то. Чё-то я уже заговариваться начал. Потому что время позднее, 10 утра. Спать хочется. Хоть я и спал буквально 40 минут назад. Какой-то он жёсткий был. Там нет никакого случайного... Так, 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 так. Никто за мной не бежит. Нет, там, походу, никакого строя нет. Поэтому всё нормально. Ух, друзья. Тоже зомби, я смотрю, толстячок тот ещё любит покушать. Так, теперь топор убираем. Достаем вот так вот пистолет. Чтобы в случае чего применить оружие, а не топорик. Ну, топорик же тоже оружие, но против зомби это не очень как-то катит. Так, водичка. Смотрите, это наоборот водохлёб. С похмелья, наверное, ходил. С похмелуги. Так, какой-то пиздец начинается, друзья. Пиздец! Всё, нет, нормально. И давай, водички попей. И... И зажуй. Так, рецепт. Вот, вот, мои надежды. Так, можем... Вот, ещё узнать можем, что как делается. Если бы я сейчас С4 нашёл, я бы узнал, как это делать. С помощью ящичка заветного. Так, друзья, смотрите, момент истину. С4! Ня, блядь. Ня, сука, всё уже знает. Чувак у меня слишком умный. Всё уже знает, как делать, но не знает, как делать С4. Так. В принципе, я сам мог вручную С4 сварганить как-нибудь, я уверен, у меня припасов всё это ухватило. Просто надо знать, как. И, к сожалению, чувак не знает. Это, знаете, то же самое, то, что вот теперь-то я, допустим, знаю, то, что надо low quality metal 10 штук, чтобы сделать пистолет, например. Но, если нет рецепта, он хер у тебя сделает это, если даже у тебя будут металлические фрагменты. То есть, вот такая вот безысходность. И приходится мочить зомби. Так, сука, давай иди сюда. Уж как накинулся на меня, хотел пальнуть по мне. Чувак, не выйдет. Давайте, друзья, может посмотрим. Может, я уже знаю, как делать С4 просто. Нет. Не знаю. Я не знаю, как делать взрывчатку, это меня убивает. Так, никого тут нет, хорошо. Ой, хотя нет, даже плохо. Были бы зомби здесь, вот там, за камешком. Потому что там же, я помню, помнишь, это два педика стояли. О, Сагрис уже. Как он достал туда меня, не может, он на таком расстоянии... Они не могут на таком расстоянии кидаться-то. Ну ладно, дробовик, самое классное оружие здесь против зомби, я так полагаю. Потому что просто в упор палишь, и они раскладываются только так, черти. Так, а это металлический фрагмент, зачем ты носил? И вот эту сумку со знаком вопроса. Он, походу, знаете, как бы, если бы там были не металлические фрагменты, а какие-нибудь природные материалы, ресурсы, ну, какие-нибудь там, я не знаю, травки, можно было предположить, что зомби этот ставится и дует. Так, радиация начинает жрать. Это не проблема для нас. Потому что это еще жратвы нотарим. Тоже какой-то сладкоежка зомби попался. Мозги не кушает, он на диете, короче, и ему более приятно... Что-то какой-то прям реально живучий. Ему более приятно кушать... Шоколадки всякие. Так, ящики тоже пригодятся, да. Хорошо. Давайте, друзья, сейчас уже постепенно начинает темнеть, поэтому надо будет уже скоро возвращаться в свой дом. Не улыбнулось мне удача в погоне за С4. Ну, ничего, я надеюсь, уже потом со своей бандой мы раздобудем эту злополучную С4, взорвем этот херам дом у американцев и... Будет все клево. Так, давай, ты, подари мне С4. Чувак. Так, уже я перезаряжусь, новые штуки летят на меня в виде зомби. Так, нормально. Ну, в принципе, друзья, то, что темнеть мне очень страшно, я все равно сумею добраться до дома все-таки... С такими-то ресурсами, которые у меня есть. Это не проблема. Ну же. Сука, есть уже рецепт. Что ж ты? С4 тяжелее всего, я так понимаю, добыть. Если только чисто случайно попадется где-нибудь сразу. А так будешь бегать, искать. Вот хрен знает сколько. Так, еще один контейнер. Смотрите, аптечку нашел. Слава богу, это тоже полезная вещь. А затем... Вот еще какой-то ящичек валяется. Причем какой-то большой. Смотрите-ка. Ну, пойдет, сапоги. Какому-нибудь чуваку из команды самое то будет. Против радиации. Так, не в ту сторону постепенно двигать. Сейчас никого пока и зомби не сагрели. Нет, никого. Слушайте, одни сладкоежки здесь. Зомби кушают. Правильно, радиация жрет, кушать хочется. Так, вот тут парняк надо на место поставить. И, в принципе, надо будет выдвигаться обратно. Слушай, смотрите, как резко темнеет. Штаны. Хорошо, у меня аж трое штанов как раз для своей команды. Ты че тут, чувак? Нихуя, чуваки! Чуваки, капец! Сейчас надо срочно бежать за... Респаун! Срочно! Короче, пиздец, ребят. Надо бегом бежать, в общем, в лагерь. Так, чувак, давай, убивай. Надо срочно бежать, короче, в лагерь к себе. Потом и бежать быстрее за этим... за сумкой. Охренеть, друзья. Сейчас он меня убивает. Я появляюсь в лагере. Это за кемп. Потому что это полная жопа. Давай. Так, чуваки, это... Твою мать! Так, беру все, что есть здесь. Давай. Хоть какое-то оружие, которого здесь, конечно же, нету. Ладно, хотя бы сапоги от радиации нацеплю. Вот вам и довыпендрился, что называется. Давай-ка, чувак. Бегом! Сейчас, может, что здесь еще найдем. Вот это неожиданно. Сейчас, если все просру, вообще весело будет. Хоть какое-нибудь оружие. Нормально, 8 для дробовика. И две аптечки. Вот это тоже очень кстати. Давайте двигаем быстрее в лагерь. Темно. И плевать на все. Давайте. Мне даже сейчас уже волку бить может. Это страшно. Давайте быстрее сейчас вот через... Вот эти вот домики. Охренеть. Я вроде аптечку заюзал. Но они, видите, на расстоянии могут бить. И поэтому я подыхаю. Давайте сейчас какие-нибудь противорадиационные таблетки. Насрать на что угодно. Так. Молодец. Ганпаудер. Это... Охренеть, какая нужная вещь мне сейчас. Молодец, что... Дал мне ее сервер. О, противорадиационные таблетки, слава богу. Вот, вот с помощью них сейчас будем выживать здесь. Давайте. Быстрее через... Через дом. И быстрее, короче, пока еще окончательно не стемнело. У меня есть шанс завладеть своим оружием обратно. Но если что, хотя бы спальный мешок стоит в лагере. И не так страшно. Потому что по большому счету... Скрафтить все оружие заново не так уж трудно. Так как я знаю все, как делается. Но как бы не кидать же там шмот этот весь свой. Давай еще аптечку. Все это надо. Давайте, друзья, двинули. Я должен как-то обойти зомби и... И разжиться этим своим ящиком, я не знаю, лутом. Давайте камень быстрее убираем. Нахер, он вообще в принципе здесь не поможет. Мне нужно сейчас, чтобы быстренько завладеть каким-нибудь оружием. Из своего рюкзака быстрее вытащить надо будет. И накинуть на себя. Давайте аптечку. Вот тут может что есть? Противорадиационные таблетки работают. Я их буду жрать. Шесть штук есть. Так, молодец. Клоус. Все это, конечно, хорошо. Давай тут что есть? Патроны... Какой напряженный момент-то. Так, друзья, я где-то вот тут помер. Где-то здесь пролита моя кровь, но где? Чуваки, сейчас будет очень весело, если я не найду. Ну где же... Где? Сука! Чуваки, я... Пиздец потерял. Давай, жри. Все, что можно. На зомби даже нет смысла выпендриваться. Ну где я? Твою мать! Так, нет, это все. Кал полный так. Давай, окей, надо... Я... Давай быстрее все это собираем. Хотя, в принципе, нахер это мне сейчас не надо собирать. Надо быстрее искать свою... Все, друзья. Ебанись. Ладно, друзья, я как-нибудь сам сейчас эту проблему решу. Найду свой ящик. Все-таки просто тупо рандомно буду бежать сюда до бесконечности. И там уже разберемся. Поэтому, ладно, ребят, до новых встреч. С вами был Эстер. В любом случае, дом-то остался. Все нормально. И... Ой, главное... Я не знаю, привезти быстрее сюда свою банду. И там уже начать разборки с этими американцами, которые больно дерзкие. Давайте, до новых встреч. Пока. Подписывайтесь на канал Агромании. Играйте на ее серверах. Пока.